Ездить по городам, каждый день быть за рулем, ночью, днем не высыпаться. Для него была одна вещь. Я создал семью, я должен поддержать семью, я должен прокормить семью. Мула Салмон, он действительно со своей супругой, они создали прекрасную, замечательную, красивую семью и детям дали хорошее воспитание. На сегодняшний день я могу сказать слова моего отца. Не самое главное иметь высшее образование, а самое главное иметь человечность. Вот в этой семье это и есть. Я расскажу одну маленькую притчу, конечно, сегодня очень много выступающихся, еще будет фильм. Одно время был один богатый человек. В жизни есть разные ситуации. Иногда человек поднимается, не дарит, не дарит Богу, человек и есть все в способ жизни. Этот богатый человек, он стал нищим, у него нету кусок неба, выжить. Куда он на работу не идет, его никто не принимает. Куда он на работу не идет, его никто не принимает. Он говорит, я должен что-то новое придумать. Идет на базар, покупает грабли, китми, ножницы и начинает свою работу быть садовником. Приходит к нему на третий день пророк и говорит, дорогой, я хочу с тобой поговорить. Он говорит, рабаи, я знаю, все рабаи одинаковые, их только касается деньги. Сейчас мне скажут, все ищи, вы у тебя коллеги. Вон отсюда. Рабаи выгоняйте. Второй стол. Женщины, спасибо. Лавин обиделся. Приходит через неделю. Говорит, садовник, я хочу поговорить с тобой. Он говорит, рабаи, вон отсюда. Обиделся. Приходит он третий раз. Говорит, садовник, я сегодня пришел к тебе последний раз. Хочешь ты мне послушать? Послушай, не послушаешь твоей потери. Говорит, что случилось? У меня, говорит, есть золото, богатство. Я не хочу это тебе дать. Но ты знай, это тебе хватит, словно на пять лет. Что ты хочешь? Получить это богатство сейчас на пять лет. И пять лет кайфовать. Или перед твоей смертью я тебе дам богатство. Пять лет ты будешь кайфовать, и потом умрешь. Он задумался. И говорит, знаешь что? Дай, говорю, я пойду домой. Посоветуйся со своей женой. Что жена скажет. Для меня это и закон. Приходит домой. Жена хуже него. Жена говорит, слушай. Нету завтра. Сегодня он приходит, говорит, рабай. Дай мне, говорит, это богатство сейчас. Он говорит, слушай, я как тебе богатство дам. Но, говорит, подумай. Сейчас, говорит, у тебя есть силы работать. Ты работаешь. Лучше, говорит, ты потерпи. Когда ты будешь умраться, ты тогда дам. Он говорит, рабай. Пожалуйста, не надо со мной сейчас торговаться. Ты мне обещал? Да, сейчас. Или нет, уходи отсюда. Он говорит, иди уже. Я, говорит, богатство твоей жене дал. Иди, как дома проверь. Приходит домой. Действительно, жена дверь закрыла. Бедняга говорит. Слушай, говорит, Сарочка. До сегодняшнего дня, в последнее время, 2-3 месяца, мы кушали дешевые плоды. Да, говорит, мы будем кушать хорошо. Мы, говорит, будем кайфовать, жить. Жена говорит, стоп. Бог говорит, нам это богатство дал. Мы, говорит, должны... У нас есть 4 сына. Мы 4 сыновей. Мы отправим в 4 разные районы. Пусть они сделают список. И по этому списку, где есть бедные люди, мы по списку будем писать им имена. И им будем каждую неделю, в пятницу, посылать подарки. Действительно, в течение 5 лет список растет. Бедных много. И они помогают всем. И сами тоже хорошо живут. Луна через 5 лет приходит пророк обратно в этот садовник. Говорит, дорогой, ты меня помнишь? Он говорит, да. Да, говорит, я тебя знаю, помню. Дай, говорит, то, что у тебя богатство осталось, ты мне должен вернуть. Он говорит, дорогой, когда ты мне дал богатство, что я сделал? Ты, говорит, пошел, говорит, со своей женой посоветоваться. Я, говорит, должен пойти со своей женой посоветуюсь. Что она мне скажет? Для меня закон. Приходит он к своей жене. Садышка говорит, вот такое дело. Мы должны вернуть остальное богатство. Что будем делать? Жена говорит, слушай, позови этого раввина к нам домой. Дорогие друзья, если вы знаете, что ваша жена, она не может быть гостеприимой, домой поносить гостей, это большая ошибка. И вы опозоритесь, вы опозорите свою жену, вы опозорите этого человека, человека, кто пришел к вам в гости. Рлавин приводит к себе домой, этого раввина. Я извиняюсь, саду не приводит, рлавин их домой. Она быстро накрыла на стол. Напоедили, кормили все. Она выносит отчет. Говорит, что вы дали деньги, что вы дали богатство. Вот перед вами остаток. Вот говорит журнал, кому мы помогали. Если у вас есть люди, которые они могут взять эти деньги и помогать людям, и чтобы люди получали удовольствие, пожалуйста, заберите. Но если у вас таких людей нету, тогда оставьте, чтобы продолжали помогать другим еще больше. Но если у вас есть люди, они не могут быть.